здравствуйте дорогие друзья рада видеть вас на канале кадры с барахолки будут немножко позже а начну я свое видео с показа тех винтажных предметов которые были куплены за неделю и напоминаю что все что вы увидите в ролике вы можете приобрести для себя мои контакты вайбер вот сап телефон под видео в комментарии и в описании под видео вот этот заварочный чайник это сами семикаракорская керамика изделия этого предприятия имеет статус народный промысел посмотрите какая какие красивые фигурки на крышке чайника казак казачка сидят за столом стол накрыт скатертью на столе стоит заварочный чайник также крышка оформлена зелень цветы с обратной стороны это тоже очень красиво смотрится видите там подсолнух но мне кажется просто шикарная вещь в коллекцию мне кажется вот сюжеты на этих изделиях схожи с гжелью вообще в оформлении используются изображение растений донской степи и различные бытовые сюжеты из казачьего фольклора в стиле русских лубочных картинок видите какой здесь идет ситечка сидичка тоже кстати украшена орнаментом это все полихромная московая над под глазурная роспись именно под глазурная так что краски остаются яркими на долгие десятилетия и сам рисунок не стирается во время пользования значит посмотрите здесь указан автор автор ольга петровна кунаховец это главный художник предприятия на данный момент и по поводу художника который расписывал этот чайник пока никакой информации сказать не могу и клеймо по всей видимости это 70 и 80 и годы прошлого века но могу ошибаться если кто-то знает точно пожалуйста подскажите так что принципе это советского времени изделия по всей видимости вот такая красота сейчас я снова его сложу ну вот еще раз хочу вам показать клеймо если вы не обратили внимание вот такая красота появилась пока на моих полках но конечно же может эта вещь стать и вашей так что пишите либо звоните мне как вам будет удобно вторая моя покупка также заварочный чайник это уже производство кировобадского фарфорового завода имени 50-летия советского азербайджана завод существовал с 1975 по 1985 годы шикарная роспись вручную сделана посмотрите на крышкой какая ветка с цветком здесь крышечка целенькая сейчас вам покажу орнамент на самом заварочном чайнике мне кажется и потрясающее сочетание цветов здесь и такой вот характерный орнамент это клеймо завода тоже встречается у нас не часто но иногда попадаются вещи этого производителя посмотрите здесь есть маленький скол но без трещины вот это единственный дефект на этом чайнике также он у нас будет выставлен в продажу если кого-то заинтересовал пожалуйста также пишите звоните и в принципе в соседстве с чайником семикаракорской керамики посмотрите как замечательно будет смотреться на полке и вот если речь зашла уже о фаянсе хочу вам показать еще раз кувшин мы его показывали в магазине это керамические кувшин ручной авторской работы производства италия автор леонардо скиутто насколько я нашла информацию кувшин коллекционный мануфактура находилась в городе тоже могу ошибаться по моему название по цигарита и это 1920 по 1949 годы производили данный автор делал вот такие вот кувшины эти рыбки рыбки разные яркая тоже классная вещь не только в коллекцию и для приятного пользования на моих полках также есть новинки вот такой фарфоровый баран посмотрите как он классно сочетается с селедочницами которые стоят на заднем плане видите они расписаны вручную зелень очень подходящая вот у меня три селедочницы три малых блюда разные сюжеты я вам их показывала в более ранних видео но так бегло сейчас если кто-то не видел из моих зрителей есть более подробная информация я давала об этих изделиях ну и вот такой вот классный баран не знаю чего производства также пока не нашла информацию с кем советовалась кто-то говорит что это наше отечественное производство там может быть 60 и 70 и годы но я так вот думаю что вполне вероятно что может быть и англия потому что это фарфор но на глазурь есть кракелюр такой меленький и он очень легкий мне кажется в наше отечественное производство не делали более тяжелые статуэтки но могу ошибаться тоже если кто-то знает информацию напишите что это за изделие и какого предприятия какая страна выпускала такие вещи также он раскрашен вручную вот следующая вещь которую хочу показать это утка утка также раскрашена вручную это изделие которая производилась в индии также это винтажная вещь видите здесь есть некоторые нюансы которые нужно будет подреставрировать это работа кашмирских мастеров утка в индии символизирует семейные узы и их крепость и вот они делали ну я думаю что и по сей день что-то делают подобное видите какая тонкая там роспись сеточка золотом внутри я уже сама положила яйцо наше петриков скай роспись вот ну а в яйце как известно игла которая на как на конце иглы смерть кощея вот видите реставрация здесь нужно и внутри но я думаю что это будет не сложно сделать дальше рядышком вы видите сервис производства китай очень очень хорошее состояние сервис качественный фарфор качественный китай периода советского союза когда-то я вам показывала летом по моему покупала сахарницу вот эту и недавно совсем нашла сервис которого отсутствовала сахарница представляете как все совпало такие чашки небольшие сервис компактный много места на полке не занимает видите здесь такие букеты это клеймо сначала я думала что это корея когда покупала сахарницу продавец не сказала что это производство корея но все-таки писали мне зрители в комментариях что это китайские иероглифы и у моей знакомой кстати есть еще сахарница если кто-то захочет вот купить этот сервис можно взять еще одну сахарницу у нее сейчас покажу вам блюдца также маленькие блюдца и симпатичные букеты составе состояние сохранность очень-очень хорошая позолота сохранилась отлично значит сервис ходят 5 чашек 5 блюдец заварочный чайник и сахарница и молочник вот такая вот комплектация дальше вот здесь у меня также на полках появилась чайная пара creme gas это чашка гигант яркая классная роспись просто обалденная есть легкие потертости позолоты у них было одно клеймо этого предприятия видите какая сохранность позолоты на ручке вот с этой стороны такой букет и блюдца но что блюдца не родное здесь я поняла уже когда принципе принесла домой эту пару но я думаю что они все-таки не из разных опер а из одной и они очень подходят друг другу вот дальше здесь у меня чайник производства киевский экспериментальный завод завод также уже не работает классная роспись они пользуются всегда спросом их покупают с удовольствием в коллекцию эти состояния просто шикарная клеймо сервантное хранение целое горлышко и крышка целая носик без дефектов тоже присматривайте себе пожалуйста узнавайте цену далее также новинка у меня недавно были две чайные пары производства добыч очень похожие на эту и состояние приблизительно одинаковое но здесь вот все-таки другие букеты не такие как были так там здесь и есть какие-то элементы по золотые и деколь красивая есть небольшие тоже потертости по золотые это где-то шестидесятые годы блюдца целое все без сколов без трещин такие же цветочки такие букеты клеймо старенькая вот сейчас одна такая чайная пара в наличии прошлый раз я вам уже показывала вот этот кувшин это где-то шестидесятые годы прекрасном состоянии также все целенькое сервантное хранение целая крышка родная о самом стекле нарезка идет кленовые листья со всех сторон тоже советую приобрести скоро весна-лето компоты и напитки всякие будем делать и будет очень красиво смотреться на столе вот такой кувшин с крышкой бывает уже редко и вот необычная для меня покупка это вот такая вот лампа абажур из хлопка бахрома целенькая вся состояние очень и очень хорошая вот эта часть это латунь красивые ножки также латунь я ее уже поставила себе ну вот мне очень нравится создает уют в спальне включается выключается вот при помощи кнопки не знаю сейчас вам будет видно наверное плохо в темноте ну вот так вот она смотрится издалека сейчас мы снова включим тоже лампа будет у меня в продаже можно в инстаграме будет посмотреть чуть позже выложу фотографии вот и рядом с ней поставила тоже новая моя покупка большая шкатулка старая это производство советский союз целое состояние на 5 баллов я туда положила также старенькие броши русские самоцветы такие у меня две то есть они соответствуют где-то там приблизительно по времени изготовления и шкатулка и вот эти броши это горный хрусталь броши я пока не продаю такие шкатулки обычно попадаются меньшего размера и вот когда мне увидела эту я была приятно удивлена вот впервые держу именно такого большого размера все целенькая стекла видите какая резьба отличается сверху и по бокам и состояние металла и стекла просто отличная тоже нет трещин нет никаких сколов фигурные ножки ткань внутри родная и снизу сейчас я вам покажу сейчас уберу броши чтобы они нам не мешали вот видите внутри родная ткань даже мягкая подушка сохранилась и вот с этой стороны единственное видите есть такое пятно это потертость видимо от пальца вот все остальное состояние отличная ну вот с этой лампой мне очень нравится как это все смотрится еще раз вам покажу общим планом ну а сейчас вы увидите кадры что я интересного видела на барахолке это крестик обалдеть но это вообще микро 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 да здрасте это для очков шелк все шелк здравствуйте здравствуйте девушка духовных каких новых нет новых нет о чем они это кубачи да советские это у нас кора стенда на тараса небольшой фарфоровый нет еще больше 650 грибочек и хочет тоже ли курс у них по моему корости в киевстве не рассказала а это полностью бакелит это европа ты понимаешь может и прибалтика очень красиво тонкая роспись гдр ух ты какая красная шапочка тоже гдр я нипочем что современная до такой это винтажная шкатулочка донера карпаты но выход продолжается это не елены мольер лены мольер нет клеймо есть а такая долёва сколько 250 грибочек целые статуэтки целые статуэтки а материнство сколько это европейская какая-то да германия такая полгода до нового года Я создала вчера, я ее помню. Я ее помню, что я ее помню. Я ее помню. Только я дала, что я с кучей. Да, а шкатулка тоже. Форма интересная. Какие консервы? А вот еще есть. Есть сломанное. Сломанное? Какая кожа? Это индийская. Я думала, это какая-то черепаха. Нет, это сломанное.